Действительно, даже не подозревал, когда проектировал, что основная задача была выйти на более оптимальное использование металла при раскрое заготовки. Берется лист 2 метра на метр с половиной, из него нарезаются листы, из этих листов берутся круглые заготовки. Так вот, в итоге мы вышли на результативность 26 процентов металла. Меньше нужно, чтобы готовить то же количество деталей. Или иначе, столько же, количество деталей больше из того же листа получается. Достаточно приличный такой результат, эффективность высокая. И вышло это благодаря как раз геометрическим фигурам, вот как у Олега Басарлина. Эта спираль, это математически, если посчитать её, то вообще, наверное, там будет прям космос. Вот как раз о чём. Я бы сказал, что это зачаток ещё одной ветви в математике. Мы имеем дело с целенаправленными изменениями в фигурах? Нет, такие фигуры, я тоже встречал в учебниках, они уже на самом деле посчитаны, есть посчитаны. Но автор тогда, по-моему, рассматривал это так скользко и не углублялся в вопрос. Там говорят, что есть такие, 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 всякие, разные. Вот. Я думаю, стоит всё-таки углубиться действительно в вопрос математики. И с геометрией, наверное, даже больше будет. И что-то здесь точно откроется более того, что мы сейчас видим. Ну да, потому что это начинает немного напоминать то, как развивается зародыш, в общем-то. У нас есть базовая генетика этого зародыша, базовая ДНК, скажем так вот. Вот. И она определяет, ну, не совсем это так, это, скажем так, вот концепция современной биологии, не более того. Вот. Но она начинает, ну, по крайней мере, вот, та клетка первичная, которая появилась у нас где год в результате оплодотворения яйцеклетки, она начинает развиваться по определенному направлению. И это направление задано базовой, даже не скажу, структурой. Тут, опять-таки, структура не совсем подходящая. Ну, термин. Скажем, система тех взаимосвязей, которые там находятся. И это движется в определенном направлении. То есть зародыш превращается там в змею, в кошку, там, в слона, там, во все, что угодно. И здесь все шаги валятся. Да, и здесь точно так же, в общем-то, видится, в каком-то смысле, вот эта вот модель неправильного изменения. Вот то, что Олег показывал, у меня вот эти ассоциации возникают. Как раз одна из задач, которая сейчас существует, это умение создавать такого рода зародыша. Коллеги, разрешите? Ну, конечно, конечно. Коллеги разрешаются. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Вот, я почему-то не увидел сегодня Олега, который занимается сфералью. Я на предыдущем не смог принимать участие. Но он, наверное, вот на этом не смог принимать, к сожалению. А он на этом не смог, да, возможно. Вот, я на предыдущем, помните, он разворачивал вот эту сферу, достаточно интересно показывал. Я обещал показать тоже одну из наработок, ну, там по экономии, повышению производительности труда. Вот, и там тоже есть разворачивание небольшое. Вот смотрите, делаем мы вот такую детальку. Она цилиндрическая. А юбка у нее прямоугольная. Делается она вот из такой заготовки, естественно. Круглая. Имеет определенный диаметр. Ну, естественно, раскрой из листа. Прямоугольного листа. Режется на полосы, потом из полосы рубится вот это и протягивается через штаб. То есть за восемь итераций этот кружок из кружка вытягивается цилиндр. Вот цилиндр. Вот такой вот он. Сейчас покажу. Вот он цилиндр имеет. То есть юбка всегда цилиндрическая. И на последнем этапе эта юбка обрубается в прямоугольник. В общем, какое предположение было выдвинуто? Так как у нас в конечном итоге нужен прямоугольник, то юбка цилиндрической формы нам, в принципе, и не очень-то нужна. И вот то, что здесь заштриховано простым карандашом, это можно удалить на самом первом этапе получения заготовки. Но сложность в том, какая это должна быть заготовка, какой формы, чтобы не было трещин. Это было проведено несколькими расчетами. Потом подтверждалось на практике. Так вот, к чему мы пришли? Что заготовка нужна вот такая. Это уже не круг. Это уже гиперэллипс. Почему гипер? Ну, обычно у эллипса 4 вершины, а у этого 8 вершины. И разворачивается он уже совсем по-другому. Разворачивается он вот так. При той же протяжке. Ну, это вот первая операция. Здесь уже не кружок. Вот это последующая операция. Приближенный квадратик. А вот эта операция, предыдущая операция отсечки фанса. Видите, то есть, вот как раз эти зоны. Ну, они здесь, конечно, деформированы вот этими перемычками. Ну, это вопрос решаемый. Трещины нет, по крайней мере. Просто деформация. Это решаемый вопрос. И в итоге получается то же самое. В ходе исследования... Это уже вот это, это уже обкатанная технология. Это уже откатанная, скажем так, заготовка. Было несколько заготовок, предположение, из чего может получиться. То есть, как приходили к ней. То есть, тут и расчет был, и эмпирический путь некий. У меня, к сожалению, сейчас с собой нет, но там еще более интересные есть развороты. Как это все разворачивается. В итоге получилось 26% экономии материала. С листа. Вот, если мы об экономической материале. Так вот, и о чем? Вроде бы, тривиальная задача протяжки. Но в итоге появляются очень красивые, симметричные формы. Ни одного надрыва нет. Очень хорошо тянется материал. Розочка так. Наподобие розочки. Это делается из первичной заготовки такое, да? Да, вот это первичная заготовка. То есть, также тот же лист, но полоса уже уже. Так как это не круг. Это элип. То есть, какая-то сторона у него меньше. Вот это вот. И полоса уже уже. И этих заготовочек в полосе уже больше на определенное количество. И полос больше. И заготовок в полосе тоже больше. Естественно, с того же листа заготовок на 26% больше. И заготовок больше. И отход материал меньше. В нескольких направлениях работают. Вот. И это вот как раз... Я нашел некую параллель с тем, как разворачивал вот эту сферальку Олег. То есть, это же плоская фигура. А вот это уже объемная фигура. Вот. Когда мы приложили некую силу по оси симметрии, симметрия сохранилась, но она выглядит иначе. В объеме. Это так же, как, например, треугольник выглядит... Это плоское. Трехмерное пространство. Как он выглядит, если в плоское, в двухмерном посмотреть, это будет линией. Или отрезком. Даже отрезком. В одномерном это будет точкой. А как он будет в четырехмерном? Это будет пирамида. Ну и вот так можно разворачивать. Тоже очень интересно. Ну я наверняка... Думаешь, наверняка, что это направление развивается у вас. В принципе, можно поработать. Я, знаете, к стыду своему не смог подключиться к чатам и прочим контактам. Наверное, у вас есть что-то в зуме, какой-нибудь чат? Или в телеграме? Ну это в телеграме. Да, как предлагает Денис, это был бы даже, наверное, лучший вариант. Ну да, да. Это было бы все-таки такое достаточно конструктивное, потому что здесь вот эта вот последовательность обсуждения, это одно, когда мы что-то высказали, получили ответ на это. А другое дело, что мы получаем действительно сложную структуру, потому что она здесь необходима. И тем более, что здесь же интересен перенос идей. Вот недаром эта тема архетипики возникла сегодня. Владимир очень точно ее обозначил. Здесь же получается так, что фактически вот это вот изготовление вот этой фигуры, то есть оно, ну понятно, как технологическая задача конкретно решается, но она же легко переносится и на другие сферы ведь. Здесь просто нужно найти вот это соответствие базовых операций, которые лежат в основе этого дела. То есть это переносится на интеллектуальную сферу куда угодно. Потому что здесь вот опять-таки вот эта вот тема трансдисциплинарности, она вот начинает звучать и звучать вот как-то очень правильно. Потому что одно дело, когда пытаются переносить какие-то стандартные приемы, а другое дело, когда переносится вот на таком на базовом смысловом уровне. Вот я попробую на следующий раз пригласить еще поучаствовать в этом деле Вячеслава Моисеева. Ну один из умнейших, безусловно, сейчас вот разработчику самую, ну где-то вот если там говорить о пятерке наиболее интересных людей, то, безусловно, относятся к этой категории. С тем, чтобы вот именно на эту тему он мог какие-то слова сказать. Тем более он хороший оратор, он хорошо говорит, в клубах мышления тоже выступал у нас. Ну, то, что рассказал Владислав, вообще впечатляет. Фактически это вот состояние эмержентности. Ну да, да, да. Да, это состояние эмержентности, когда отдельная, ну незначительность, казалось бы, изменения на форме первоначальной заготовки приводит к качественному скачку по экономии материала. Да, потому что визуально даже изменений, ну на первый взгляд, изменений даже не увидено. Вот если вот так особенно показать, ну круг и круг. Да, да. Причем это именно происходит именно при многократном тиражировании, то есть при совокупности большого количества элементов. То есть этот эффект набирается. Ну и, собственно, теперь мы можем просто, ну, делать параллель, что если мы 26% ресурсов извлекли, то применение данной операции мгновенно позволяет нам точно так же найти 26% ресурсов в каком-то другом пространстве. То есть это, конечно, лишь фантастика. Когда ты скажешь, что экономику можно вот просто или там чего-то еще на 26% дать ей выигрыш, только ничтожными какими-то перепроектированиями, то это просто фантастика. Причем все последуют, там 8 штампов, и все 8 штампов не изменились. Изменился только первый в рубной. Это просто чудо. То есть это фантастически выглядит. А, собственно говоря, вот я и перешел к мысли, которую хотел сказать еще до когнитона, но забыл про нее. Вот, собственно, это мысль, которая была, ну, опять же, от Переслегина в каком-то из его выступлений зафиксирована. То есть это понятие так называемых завершающих технологий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...